друзья дорогие я вас приветствую я сейчас выехал с утра пораньше чтобы успеть вовремя привести мой груз на выгрузку буду ехать в оригоне по 84 уже выехал от 84 из вашингтона переехал заехал на трэкстап заправился взял кофе и еду сейчас хочу послушать одну интересную проповедь на важную тему о божьей справедливости справедлив ли бог давайте послушаем вместе если бы этот урок о божьей справедливости продавался в магазине в блестящей обертке то на уголке была бы наклейка наклейка была бы ярко желтого цвета с надписью осторожно содержимое опасно для здоровья мы с вами уже обсудили много качеств бога но сегодняшняя дискуссия требует необычайной ясности ума нам нужно будет осознать что стоит на кону если мы действительно хотим понять бога поэтому советую вам в начале помолиться и сказать боже я обычный человек и как все люди хорошо научился закрывать глаза на правду я научился себя обманывать я освоил разнообразные игры но на следующие 45 минут я прошу чтобы ты вынул пробки у меня из ушей убрал мозоли на сердце помоги мне хорошо слышать и ясно видеть перемещаясь по плоскостям жизни я заметил что есть два вопроса волнующих верующих и неверующих в равной степени в магазинах в парках в церквах разговаривая что с христианскими лидерами что с абсолютными безбожниками я постоянно слышу два вопроса которые беспокоят их как и нас с вами как и каждого человека вопрос 1 почему хорошие люди страдают через 6 дней после цунами я шел по пляжу где все это произошло 160 людей прогуливались ясным воскресным утром и вдруг услышали странный звук вскоре за ним хлынула гигантская волна смела их с берега и унесла в океан и все их больше нет я завернул за мыс там была пристань не просто маленькие лодочки а огромные рыболовецкие судна плод жизни и благополучия многотысячной рыбацкой деревни и эти огромные корабли были перевернуты вот так почему благой бог допускает цунами от которого гибнут десятки тысяч людей почему благой бог допустил 11 сентября в америке также убивший невинных людей с утра муж целует жену дорогая еду в командировку садится на самолет из пицбурга в нью-йорк а вскоре уже лежит мертвый под завалами или девушка наносит с утра макияж приходит на работу пораньше поднимается на свой 62 этаж и вдруг слышит аварийную сигнализацию в здание врезается самолет она бежит вниз по лестнице забитой кричащими людьми ее родные не знают спаслась она или нет знают только что останков не найдено почему спрашивают они или мой знакомый мужчина 39 лет здоровый в хорошей форме всегда следил за собой отец троих детей и обширный инфаркт почему или вот тяжелые испытания в жизни моего сына у него был друг молодой парень из церкви очень способный музыкант правда я таких не встречал он сел за пианино побренчал побренчал и сам научился играть без всяких уроков также и на мандолине а потом на гитаре он просто смотрел как играли другие а потом играл сам и бог посылал ему удивительные песни они с моим сыном сочиняли музыку у нас в гараже а потом гастролировали по разным городам джон всегда был очень худеньким и мы над ним подсмеивались ну как в анекдоте джон не забудь положить в карман камушек а то ветром сдует у него были какие то проблемы с желудком но никто особо не обращал на это внимание но однажды мне позвонили врачи наконец-то узнали что с ним не так джону было 25 лет и у него нашли рак 9 месяцев спустя мы собрались у его постели один из музыкантов из нашей церкви пел песни под гитару а его родители и мы с моим сыном сидели и молились наблюдая как в джоне гаснут посредние искорки жизни потом я сажусь в машину со своим сыном это парень который вырос в христианской семье его отец пастор то есть я он смотрит мне в глаза и говорит папа папа джон был в сто раз талантливее меня мы пели его песни в церкви и он так хотел служить этим богу папа почему так произошло если бы у нас было время я мог бы пустить микрофон по залу и вы бы рассказали мне массу подобных историй о том как дорогие вам люди заболели раком или попадали в аварию или их сбивали пьяные водители этот вопрос мучает всех почему хорошие люди страдают есть и второй вопрос он беспокоит меня даже больше чем первый серьезно вопрос такой почему у плохих людей все замечательно сколько людей сколько людей злоупотребляют служебным положением например случай с компанией энрон уже несколько лет тянутся разборки и кого-то слегка пожурили а многие начальники обманувшие людей на сотни миллионов долларов успели выбежать через запасной вход с десятью миллионами в кармане передавали интервью с бабушками которые вложили весь свой пенсионный фонд в эту компанию и сейчас остались без гроша в семьдесят семь лет без копейки в кармане а ловкач который всех обманул оставил себе десять миллионов не знаю как вас а меня это ужасно злит я не могу не думать боже но и где здесь справедливость все сталкивались с похожими ситуациями на работе или даже в школе когда кто-то лгал списывал на экзамене вел себя нагло и явно не по божьему для таких людей придумали слово козел но их жизнь прямо сплошное божье благословение у них словно и нет никаких проблем и трудностей у них красивые девушки успехи в работе красивые дома дорогие машины а вы только и причитайте да что ж это такое почему у плохих людей все замечательно за этими двумя вопросами нечто стоит за этими двумя вопросами важная проблема и эту важную проблему я внес в ваши конспекты проблема в том что жизнь несправедлива вы согласны? когда хорошие люди страдают это несправедливо и когда у плохих людей все замечательно это тоже несправедливо и не нужно быть семи пядей во лбу чтобы рассудить ага жизнь несправедлива а кто создал жизнь? бог и если бог создал жизнь тогда вопрос сводится к следующему а бог справедлив? честно ли он поступает? правильно ли судит? на эти вопросы очень-очень трудно ответить и верующим и неверующим но у вас есть одно преимущество ваш ответ точно будет самым лучшим ведь вы отличаетесь библейским мировоззрением вы не придерживаетесь каких-то сомнительных учений например дуалистического взгляда будто есть хороший бог и плохой бог и они друг с другом соперничают или светлая сила и темная сила и пока не ясно кто победит библейское мировоззрение помогает найти ответы позвольте же сделать обзор библейского мировоззрения представьте что это прямое времени в ту сторону она уходит бесконечно в прошлое а в эту бесконечно в будущее наше мировоззрение говорит нам следующее в самом начале это описано в первой и второй главах бытия вот здесь бог сотворил прекрасный справедливый идеальный мир и людей в нем которых он очень любил он дал им весь мир в распоряжение он сказал плодитесь и размножайтесь он тесно общался с ними это рай идеальная среда и так человечество просуществовало аж две главы далее давайте мысленно откроем здесь скобки в третьей главе бытия происходит бунт переворот в мир вступает грех а вместе с ним приходит суд бог осуждает грех и изгоняет людей из рая дерево жизни теперь охраняется херувимом чтобы смерть или отделение от бога не были постоянными эти библейские события и аналогичные события в нашем жизненном опыте называются грехопадением вы живете в падшем мире мы знаем наверняка что мир сейчас не такой каким он был задуман богом мы живем в падшем мире это мир в котором есть рак это мир в котором есть разные болезни это мир который не отражает благость чистоту и святость бога но бог допустил все это по причинам о которых мы говорили раньше итак в эти скобки можно поместить всю историю человечества от третьей главы бытия вы внутри скобок до ветхого и нового заветов и до конца библии двадцатой главы откровения все это время бог строит отношения с людьми с учетом факта грехопадения и его плана искупления в двадцатой главе откровения описывается еще один суд у великого белого престола там бог судит всю несправедливость всю боль все страдания что выпали хорошим людям и удовольствие что выпало плохим все это он взвешивает на своих весах сказано что придет день когда он все расставит по местам и воздаст каждому человеку по делам его затем скобки закрываются и в двадцать первой главе мы видим новое небо и новую землю все снова идеально больше нет боли и слез все снова так как должно быть но вот что вы должны помнить пока что вы живете в скобках бог справедлив бог справедлив но вы живете в падшем мире в человеческой истории ограниченной временем и пространством где его справедливость не всегда вмешивается в ход событий так как по нашим представлениям должно быть поэтому существует несправедливость жизнь вообще не справедлива разве вы до сих пор не заметили миром правит грех но в связи с этим возникает очень очень важный вопрос как доверять богу в падшем мире как полагаться на него если жизнь не справедлива как научиться трезво и четко понимать что означает жить в этих скобках между третьей главой бытия и двадцатой главой откровения как жить в этом мире и поклоняться богу который справедлив именно об этом я хочу сегодня поговорить давайте начнем с определения что такое божья справедливость что имеется в виду под этим словом первую зарисовку на эту тему я вижу в жизни Авраама бытие глава 18 стих 25 вы наверное знакомы с этой историей Авраам был божьим человеком Бог призвал его и пообещал произвести от него великий народ у Авраама и его племянника Лота стало много скота оба они были щедрыми и великодушными людьми поэтому Лот выбрал себе привлекательные земли в одном направлении а Авраам в другом и Бог дал ему разное обетование Лот в конце концов дошел до Содома и Гоморры да да они не случайно стали именами нарицательными там было очень много греха и зла и Бог не захотел больше этого терпеть Бог провозгласил свой суд и сказал утаю ли я от Авраама что хочу делать и дальше как вы знаете между Авраамом и Богом разворачивается интересная беседа Бог посвящает Аврааму в свои планы тот быстренько приступает к арифметическим расчетам помните а что если там найдется 50 праведников а если 45 а 40 да да так и есть Авраам торгуется с Богом а основание для таких торгов он объясняет в 25 стихе не может быть чтобы ты поступил так чтобы ты погубил праведного с нечестивым чтобы тоже было с праведником что с нечестивым не может быть от тебя судья всей земли поступит ли не правосудно не забудьте у Авраама еще не было Ветхого Завета и уж тем более не было нового у него не было письменного откровения Божьего у него были встречи с Богом Бог говорил к нему и вот что Авраам инстинктивно понимает о характере Бога Бог справедлив по сути Авраам говорит погоди секундочку я тебя знаю я знаю какой ты да я понимаю что в этом городе ужасно много зла но там есть несколько дорогих мне людей и они праведны было бы несправедливо и неправедно с твоей стороны убить праведников вместе с нечестивцами но я то знаю что ты справедливый поэтому я и выдвигаю такие претензии и дальше торг продолжается пока количество людей не доходит до лота и его семьи но главное что я хочу здесь подчеркнуть Авраам даже живя в падшем мире взывает к Божьей справедливости говоря о том что у него на сердце а вот что сказано в Салме 96 2 облако и мрак а крест его правда и суд то есть справедливость основания престола его есть целый ряд стихов об этом можете их изучить Иов 8.3 Иов 46 Псалом 10.7 Псалом 44.7 Исайя 51.6 Исайя 30.18 Сафония 3.5 Я мог бы продолжать и продолжать поймите вот что Ветхие и Новые Заветы раз за разом провозглашают Бог справедлив Бог праведен Бог честный судья это в основе его престола в основе всех его решений Бог никогда никого не обманет в этом его справедливость Тозер пишет Справедливость несет в себе идею моральной беспристрастности а беззаконие это прямая противоположность это отсутствие равновесия в мышлении и поступках людей Суд это применение справедливости в ситуациях связанных с моралью Он может быть благоприятным или неблагоприятным в зависимости от того был ли подсудимый беспристрастным в своих мотивах и поведении или наоборот Справедливость не просто одно из качеств Бога это не внешнее мерило определяющее это хорошо это плохо это справедливо это сама суть Божьего характера Он есть справедливость все этические нормы все заповеди всего лишь отражение справедливости Божьей и его характера есть нечто интересное что следует знать о справедливости и об этом хорошо говорит Пакер в своей книге познания Бога он пишет становится ясно когда Библия провозглашает Бога судьей она свидетельствует о его характере она также показывает на что в сердце божией справедливости 190 которое является выражением божией природы лежит возмездие пожалуйста подчеркните это слово в сердце божьей справедливости которое является 화になли на ней плотно что то в сердце справедливости И дальше Паккер объясняет, то есть выдача людям того, что они заслужили, потому что в этом заключается суть работы судьи. Для Бога естественно вознаграждать добро добром, а зло злом. Поэтому, когда в Новом Завете речь идет о последнем суде, то есть имеется в виду возмездие. Говорится, что Бог будет судить всех людей по делам их. Суть справедливости в том, что каждый получает по заслугам. Каждый, каждый получает по заслугам. Никто не останется обиженным. Но не забывайте, что в этих скобках в падшем мире не все получают по заслугам, вернее, не сразу после своих поступков, не в непосредственном временном соотношении. Но хоть мы и живем в падшем мире, где грех искажает представление о справедливости и ее временные рамки, Бог хочет, чтобы вы знали, Он справедлив. И если вы будете доверять Ему, помня о Его всеведении, суверенности и мудрости, Он никогда, никогда не обойдется с вами несправедливо, а значит, Ему можно доверять. Как Бог открывает нам Свою справедливость? Каким образом Бог дает знать людям в нашем падшем мире, что Ему можно доверять? Нужно всегда помнить, что вы живете в скобках. Вы не увидите здесь стопроцентной справедливости только до грехопадения, а потом на новом небе и новой земле. Но даже в падшем мире есть три или четыре способа, которыми Бог открывает Свою справедливость и показывает, что Ему можно доверять, даже если наш опыт говорит, что это очень сложно. Во-первых, Он открывает Свою справедливость в естественном порядке мироздания. Римлянам 1 глава, стихи с 18 по 20. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечестии и неправду человеков, подавляющих истину неправдою, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, то есть невидимое качество Его характера, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Автор обращает наше внимание на творение, на то, как Бог все устроил, на Его невидимые качества, и не только на Его благости, красоту, не только на Его уникальность, святость и чистоту, но также и на Его справедливость. Глядя на творение, мы замечаем в нем причинно-следственные связи. Мы видим, что Бог справедлив, ведь нечто в природе говорит людям, что есть добро и есть зло. Если вы займетесь антропологией, то увидите, что любое племя на Земле имеет набор этических правил. Нельзя убивать, нельзя отбирать жизнь у другого человека. Правила могут несколько отличаться. Но у людей всегда есть внутреннее ощущение, долженствование, чувство, что такое хорошо и что такое плохо. А долг и развлечения добра и зла возможны только тогда, когда окружающий мир каким-то образом сообщает людям, вы несете ответственность за себя. Когда вы поступаете неправильно, мы сейчас вернемся к этому, вы ощущаете угрозение совести. Даже в народе, в массовой культуре, все об этом знают. Помните пословицу, если кто-то кого-то обижает или причиняет кому-то вред, ему говорят, как аукнется, так и откликнется. О чем эта пословица? О справедливости, не правда ли? Ты отнесешься к кому-то плохо, кто-то отнесется плохо к тебе, ты сделаешь что-то, это же произойдет и с тобой. Та же идея отражена во многих восточных религиях, ведь они основаны на наблюдениях за природой и жизненными циклами. В чем суть понятия карма? Что стоит за кармой? Справедливость. Если вы бездельничаете, обижаете людей, проявляете жестокость и так далее, то в следующей жизни родитесь кузнечиком, верно? А если вы очень хороший человек, то коровой. Не вижу большой разницы, честно говоря. Но как бы то ни было, наблюдая за природой и за порядком вещей, люди убеждаются, что есть справедливость, что все получат по заслугам, как аукнется, так и откликнется. Причина следствия, причина следствия. Бог открывает свою справедливость в естественном порядке мироздания. Во-вторых, Бог открывает ее в человеческом сердце. Римлянам, 2 глава стихи 15 и 16. Они показывают, что дело закона, речь идет о неких стандартах, о чувствах долга, о том, что существует хорошо и плохо. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Бог вложил в человеческое сердце, независимо от Писания, ощущение долга, добра и зла, совесть, которая свидетельствует о нем. Задолго до того, как я стал христианином, как Дух Божий поселился во мне, я четко знал, что следует делать, а чего не следует. И когда я нехорошо думал или совершал нехорошие поступки, что делала моя совесть? Обличала меня. Говорила мне, Чип, это плохо, это неправильно. Так оно бывает. Почему? Потому что Бог заложил это в нас с вами. Даже люди, не имеющие Божьего откровения, не знающие о Христе, чувствуют это сердцем. Вот почему нам нет оправдания. Все знают из того, что видят вокруг, что суд грядет. И все чувствуют, что суд грядет, потому что Бог заложил это ощущение в их сердцах. Вот вам пример из Нового Завета. Откройте 28 главу Деяний. Очень интересная ситуация, связанная с язычниками. Павел под арестом вместе с римскими солдатами. Он терпит кораблекрушение и попадает на остров. Там они собирают дрова, а за ними наблюдают иноплеменники, местные жители. И происходит одно интересное событие. Заметьте, это не христиане, они понятия не имеют. Об истинном Боге. Но давайте вместе взглянем на эту историю с третьего стиха. Павел на острове после кораблекрушения собирает хворост. Когда он подбрасывает этот хворост в огонь, на его руке оказывается змея, выпалшая из жара. Островитяне, видя у него на руке змею, говорят друг другу, «Верно, этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий, вот и наше понятие справедливости, не оставляет жить». Минуточку. Где они почерпнули эту идею? Павел всего лишь собирал хворост, помогал разводить костер. Вспыхнуло пламя, на него бросилась змея. Как рассуждают островитяне? Причина – следствие. Плохое приключается с плохими людьми. Люди получают наказание за свои плохие поступки, верно? Наверняка он сделал что-то очень плохое, раз с ним происходит что-то очень плохое. Такова их логика. Какой вывод они сделали? Суд Божий не оставляет его жить. Среди островитян бытует представление, что в жизни есть справедливость. Но что происходит дальше? Павел, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он – Бог. Логично, не правда ли? Плохое приключается с плохими людьми. Ничего не случилось. Видимо, он – Бог. Он не просто хороший человек, а очень хороший, могущественный, удивительный. Ведь то, что должно было его убить, не повредило ему. Понимаете их логику? Что я хочу сказать? Только одно. У нас в сердце заложено нечто такое, что даже без Божьего откровения подсказывает нам, что есть справедливость. А если есть справедливость, то, как говорит Клайв Льюис в книге «Просто христианство» должен быть и судья. Справедливость не может существовать без судьи. Клайв Льюис сначала был агностиком, то есть атеистом. Очень умный человек. Преподавал английскую литературу в Кембридже и Оксфорде. Позже он написал хроники Нарнии и стал одним из величайших апологетов. Рассказывая о том, как он наконец уверовал в Бога и Христа, он описывает чувство должного, заложенное в человеческом сердце. Это чувство присутствует у всех людей, во всех культурах, и сообщает, что хорошо, что плохо. И даже если мы знаем, что это хорошо, даже если мы устанавливаем для себя правила, мы сами же не можем их соблюсти. Я включил в ваши заметки цитату из книги Льюиса «Просто христианство». Итак, я хочу обратить ваше внимание на два пункта. Первое. Человеческие существа во всех частях земного шара разделяют любопытную идею о том, что они должны вести себя определенным образом. Они не могут отделаться от этой идеи. Мы воспринимаем это как должное, на подсознательном уровне, но Льюис смотрит на это со стороны и замечает, что все люди во все времена полагали, что есть какие-то правила поведения, и как бы они себя не убеждали, что можно делать все, что заблагорассудится, безуспешно. Второе. В действительности они не ведут себя таким образом. То есть люди говорят, это правильно, это есть благо, но потом не могут вести себя соответственно. Они знают естественный закон, и они нарушают его. И дальше классическая фраза Льюиса. На этих двух фактах основано наше понимание самих себя и той Вселенной, в которой мы живем. По мнению Льюиса, даже в падшем мире, где справедливость далеко не очевидна, чувство должного, идея о справедливости, а значит, о существовании судьи, и с другой стороны, наша неспособность исполнить должное – это основание правильного умышления о себе, Вселенной и Боге. Хочу провести небольшой эксперимент. Мне нужно два добровольца, которых не очень легко смутить. Два добровольца, пожалуйста. Давайте, вот вы двое, проходите. Вы чуть-чуть знаете Библию? Проходите сюда. Это Аарон. Как в телевикторине? Добро пожаловать, Аарон. Мы рады, что вы сегодня играете с нами. И Брайан, Брайан и Аарон. Кстати, пожалуйста, по разные стороны от меня. Моей ассистентки сегодня не будет, постараемся справиться без нее. Я задам вопрос каждому из этих участников, а они умные люди, по всему видно. Вопросы будут разные, но их оценила специальная экспертная комиссия. Уровень сложности одинаковый. Так что не говорите, что это несправедливо. Ясно? Значит так, я задам вопрос вам, ответите правильно, получите приз. И вопрос вам, ответите правильно, получите приз. Вопросы одинаковой сложности. Первый вопрос. Вы готовы? Какая первая книга Библии? Нет, нет, я дам вам время на размышления. Готовы? Бытие. Бытие, верно. За это вы получаете 20 долларов. Замечательно. Молодец. Деньги ваши? Не надо их возвращать. Оставьте себе. Аминь. А вы готовы? Вдохните глубже. Какая первая книга Нового Завета, Брайан? Евангелие от Матфея. От Матфея. Верно. У нас сегодня два победителя. Прекрасно. Ваш приз один доллар. Большое спасибо вам обоим. Можете садиться. Вы хорошо постарались. Бог открывает свою справедливость, во-первых, в естественном порядке мироздания, во-вторых, в человеческом сердце, через чувство должного. И в-третьих, Он открывает справедливость, выступая в роли судьи. Заметьте, что сказано в послании к евреям, 12.23. Как вы думаете, я могу продолжать? Вам ведь теперь не имется, да? Не можете успокоиться. Особенно некоторые женщины. И, кстати, это не игра. Не подходите ко мне потом со словами, какая была хорошая игра. Вы получили 20 долларов, а вы один. Я вас люблю. Но обратите внимание на свои чувства, на свое негодование, пусть даже понарошку. Каждый из них ответил на простой вопрос. Ответил правильно. Один получил 20 баксов, а второй один. Что-то внутри вас говорит. Так нечестно. Так вот, это нечто внутри, кричащее «так нечестно», было заложено в вас Богом, и поэтому вам противна несправедливость. А чтобы была справедливость, нужны стандарты, а для стандартов нужен судья, их устанавливающий. Бог – судья над землей даже в падшем мире. Но только в вечности, когда мы переступим 20 главу Откровения, весы будут идеально выверены и досконально взвесят каждую ситуацию. А в этом падшем мире будут случаи, когда кто-то получит 20 баксов, а другой человек – точно за то же самое, только один доллар. Но над нами мудрый Бог, который делает что? Производит наилучший результат наилучшими средствами для максимального количества людей на максимальное время. А поскольку все в его власти и реальное, и потенциальное, он непременно сделает так, чтобы оба эти человека были благословенны и могли исполнить его планы как для всего мира, так и в отношении себя лично. Он судья, и это неоспоримо. В послании к евреям 12.23 сказано, что вы пришли к церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, вот как описан здесь Бог, и к духам праведников, достигших совершенства. 2 Тимофея 4.8 апостол Павел пишет, «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь». И дальше снова, «Праведный судья в день Он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Ну а если вы хотите узнать роли Иисуса на суде, об этом сказано у Иоанна 5.22 и дальше, «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Итак, Бог открывает Свою справедливость в падшем мире, в естественном порядке мироздания, в человеческом сердце, в своей роли судьи, а в четвертых, и очень ярко на кресте. Я поместил здесь цитату из послания к римлянам, 3.25.26, «Которого Иисуса Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его». Бог решил проблему греха, искупил кровью Христа и сделал это для того, чтобы нечто нам показать, наглядно продемонстрировать. И это нечто Его правды, иначе говоря, справедливость. Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божьего, к показанию правды Его, подчеркните это, в настоящее время доявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Для показания правды, к показанию правды, доявится Он праведным и оправдывающим. Бог постоянен в Своем характере и любит нас настолько, что Сам дал нам все необходимое для отношения с Ним, с соблюдением справедливости и святости. Поймите, что крест – это практическое воплощение Божьей справедливости. Бог не мог просто подморгнуть нам в ответ на наши грехи. И знаешь, что греховные мысли и поступки всегда влекут за собой последствия. Есть причины, есть следствия. Бог не сказал, «Эх, давайте просто отменим это правило. Михаил, Гавриил, я в конце концов Бог. Могу делать, что захочу. Пусть себе грешат. Ничего страшного». Нет. Бог применяет Свои стандарты даже к самому Себе. Вот почему единственный путь к Богу, который абсолютно свят, лежит через абсолютно святую жертву. Ведь почему Иисус – всецело Бог и всецело человек? Потому что только смерть могла искупить наши грехи, и только люди смертны. Поэтому пришел Мессия, рожденный от Девы – всецело человек, всецело Бог. И на кресте Он заплатил за ваш грех и мой грех, как сказано в 1 Петра 3, 18. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных». Он умер за наши грехи. Праведник Христос за неправедных нас с вами, чтобы привести нас к Отцу. Божья справедливость была явлена на кресте. Вот почему все по благодати. Вот почему важно не то, насколько мы хороши, ведь мы все равно не заслужим Божьего расположения своими силами. Вот почему Божья справедливость, если правильно ее понимать, позволяет нам глубже оценить Божью любовь. И тогда крест становится не просто мысленной галочкой, «Ах, да, Иисус умер за меня». На кресте Иисус принял на Себя праведный гнев Бога. Грех подобен раку. Он убивает, он разрушает отношения и отделяет нас от Бога. Из-за Него люди принимают ужасные решения. Они избивают детей, они налагают на себя руки или подсаживаются на наркотики. Но в хаосе нашего падшего мира есть святой и праведный Бог, который все это видит. Это цена человеческой свободы. Но Ему это ненавистно. Ему это ненавистно. Это вызывает у Него гнев. Гнев сам по себе не является плохим или неправильным. Гнев – это реакция, когда хочется исправить неправильное. На Ваших глазах били ребенка? Я однажды чуть не ударил женщину в общественной прачечной, когда увидел, как она изо всех сил швырнула свою полуторагодовалую малышку о стиральную машину. Я подошел к этой мамаши и сказал, «Извините, я пастор, и вряд ли обо мне хорошо напишут в газетах. Но если вы ее хоть пальцем тронете, я вам голову оторву». Это не стало поводом для хороших отзывов о новом пастыре в городе, но вот что я вам скажу. Это называется праведный гнев. И если я, простой смертный, так негодую из-за несправедливости к полуторагодовалому ребенку, то что должен чувствовать Бог, глядя на все грехи, наводнившие планету, на разбитые сердца, самоубийства, разрушенные отношения, болезни и все остальное, что вредит созданному им и любимому им миру и драгоценным для Него людям. Единственное решение, которое позволило бы Ему оставаться святым и справедливым и одновременно любящим и благим, это послать Сына Своего, совершенную жертву, на крест. И когда Тот был на кресте, Бог Отец отвернулся от Него и излил на Него весь Свой гнев. Праведный гнев Божий был излит вместо нас на Христа. За грех было уплачено. Агнец Божий взял на Себя грех мира, и вы были оправданы. От нас требуется только принять этот дар верой. Но нужно понимать, что такое Божья справедливость. Мы иногда думаем, что Бог выставляет нам оценки по сравнению с другими, как учитель в школе. Что ж, этот тест никто хорошо не написал максимум 88 баллов из 100, так что пусть это будет пятерка. А у кого 55 баллов, тот тройка. У Бога другая система оценивания. Если у вас 100 баллов за счет, 99 не за счет. Этого требует его характер, и неважно, сколько добрых поступков вы совершаете, насколько вы религиозны, добры, моральны, вы лишены славы Божьей. Поэтому нам необходим Спаситель. По-моему, современное поколение не понимает, насколько мы заблудшие. Мы считаем, что в целом мы неплохие люди, и не осознаем Божьей святости. Следовательно, мы также не понимаем, как велика Божья любовь. Ведь Бог, будучи справедлив, мог приобрести нас для Себя только ценой смерти Своего Сына. Даже в падшем мире Божья справедливость открывается в естественном порядке мироздания, в человеческом сердце, в Его роли судьи, на кресте, и, наконец, в обещании вечного возмездия. Пожалуйста, обратитесь к 3 главе 1 послания к Коринфянам. Это очень важный отрывок. Апостол Павел пишет церкви, в которой существовали разделения, и объясняет им, как происходит духовный рост. Он объяснил, что его задачей было насадить, а полоса поливать. Но только Бог производит рост. И есть реальное основание полагать, что будет суд и для верующих. Там не будут осуждать вас за грехи или решать вашу судьбу в вечности, со Христом или без Христа. Но с верующих спросится за то, как они прожили жизнь в итоге этого суда, который называют еще судилищем Христовым. Одни получат награду за то, что они делали в этой жизни, а другие понесут урон из-за неверных дел или неверных мотивов. Итак, давайте прочтем с 10 стиха, с 3 главы. «Я, под данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Заметьте, сказано «дела». Здесь не идет речь о спасении, а только о ваших делах, как верующего. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Вот что важно знать о Божьей справедливости. Грядет день, когда мы с вами должны будем дать отчет. Умру ли я своей смертью или буду восхищен, так или иначе я предстану перед Богом. Не благодаря своим добрым делам, а только благодаря тому, что Христос умер вместо меня для прощения моих грехов. И в 1972 году, когда мне было 18, и я принял этот дар верой, произошел суд, на котором все грехи были списаны с меня навсегда. Я был оправдан, возрожден, мне был дан Дух Святой. С того момента я стал жить как верующий человек, а когда умру, встречусь с Христом. И когда мы встретимся, Он скажет мне, Чип, хочу задать тебе несколько вопросов. Я дал тебе столько-то дней земного времени, такие-то духовные дары, способность заработать столько-то денег, такие-то таланты, такой-то опыт. Теперь хочу провести небольшой опрос. Как ты использовал то, что я дал тебе? Мне нужен отчет. Ты управитель моих ресурсов. Время было не твоим, а моим, которое я доверил тебе. Деньги тоже были не твоими, как и дом, и машина, и дары, на то они и называются дарами. Я подарил их тебе, я дал тебе дар служения. А теперь, Чип, давай произведем оценку. Если ты использовал в свое время таланты и средства, исходя из правильных мотивов, не для того, чтобы впечатлять других, зарабатывать комплименты, нравиться людям или строить себе имидж хорошего человека, если ты использовал в свое время таланты и средства так, чтобы прославлять меня своей жизнью, то у меня есть для тебя награды, которыми мы сможем вместе наслаждаться всю вечность. Но там, где ты не совсем дотянул, там ты понесешь урон. Мы редко слышим проповеди о духовных наградах, но Писание ясно говорит о них. Помните, что такое Божья справедливость? Это когда каждый получает по заслугам. Как вы думаете, неужели те, кто прожил жизнь для Христа, страстно его любил, прекрасно распоряжался своими дарами, временем и средствами, на небесах будут жить точно так же, как те, кто всего этого не делал? Конечно же, нет. Мы думаем, что небеса – это нечто вроде социалистического общества. Никак нет. Там будут разные уровни жизни. Да, никто там не будет плакать, но от того, как вы проведете свою жизнь, я вас предупреждал, что нужно будет помыслить серьезно. Как потратите свои деньги, таланты и время, очень многое зависит в вечности. Разным людям будет доступен разный уровень служения. На небесах мы не будем прохлаждаться на тучках, потягивая коктейль. Будет новое небо и новая земля с реальными людьми, реальной жизнью, реальной работой. Только все то противное, что известно нам, попадшему миру, исчезнет, и наши отношения, работа и все остальное будет приносить нам небывалую радость. Но чем мы будем заниматься в вечности, зависит от нашего поведения сейчас. Библия ясна на этот счет. Иногда мы думаем, что нужно только приобрести билетик на небо. Я верю в Христа, и на этом игра окончена. На самом же деле, это только начало жизни в служении Богу, и все то, что называется время, вот такое крошечное. А дальше вечность. От начала 21 главы Откровения вечно, вечно, вечно будут длиться последствия моей жизни на земле. Это серьезно. Это очень серьезно. Это то, что должно нас встряхивать. Не будем забывать о страхе Божьем. Вторая часть вечного возмездия для неверующих. Евреям 9.27. Человекам положено однажды умереть, а потом суд. Очень часто люди боятся говорить о Баде, будто это некая недостойная тема, но это не так. Бог настолько уважает выбор людей, что создал специальное место, чтобы те, кто не хочет Его видеть, могли не видеть Его всю вечность, что-то не так у людей с мышлением, если они считают, что Бог должен всех забрать на небеса, что все идиамины, и Сталины, и убийцы, и насильники каким-то образом будут прощены. Так называемый универсализм. Вы вот расстроились, когда я дал одному игроку 20 долларов, а второму один. Тем не менее, многие охотно играют в псевдоинтеллектуальные игры. Каким-то образом все попадут на небеса. Ага, и вы с Гитлером встретитесь за чашкой чая. Знаете, что получит Гитлер? В точности то, что заслужил. А вы что получите? В точности то, что заслужили, если только Иисус не заплатил за ваш грех и не принял на себя праведный гнев Бога, и по благодати вы не были прощены. Есть только два вида людей. Обожаю эту цитату из Льюиса. Только два вида людей во всем мире. Те, кто говорит Богу, да будет воля Твоя. Я хочу быть с Тобой вечно. И те, кому Бог говорит, да будет Твоя воля. Как захотите, так и будет. Я не знаю вашей жизни. Я сам не был верующим с детства. Но если вы не приняли Христа как Спасителя, хочу сообщить вам, что Бог справедлив. Если вы не сможете оправдаться за свои грехи, а без Христа не сможете, то получите в точности по заслугам. Вы ведь любите справедливость? Хотите справедливости? Бог вам ее даст. Но тут люди обычно перестают хотеть справедливости. Тут вы хотите благодати и нуждаетесь в ней. Поэтому призываю вас, если вы никогда не принимали искупительную жертву Христа за вас и Божье прощение, просто скажите про себя прямо сейчас, «Господи Иисусе, я все понял. Я никогда раньше так четко этого не видел. Прости меня, пожалуйста, войди в мою жизнь». И потом советую сказать кому-нибудь сразу же после этого занятия, я помолился и принял Христа. Что мне делать дальше? Давайте взглянем на применение. Мы уже многое упоминали, но сейчас я, так сказать, упакую вам его с собой на вынос. Есть четыре конкретных совета на Божью справедливость. Первое. Сегодня же примите Христа как Спасителя. Это лучше, чем потом встретиться с Ним как с Судьей. Примите Его сегодня. Ему предстоит судить вас равно, как и меня. Лучше узнайте Его как Спасителя сегодня, чем как Судью позже. Второе. Откажитесь от мести по отношению к тем, кто несправедлив к вам. Помните, что один лишь Бог-Судья. Просто откажитесь от мести. Да, жизнь несправедлива. И мы живем в падшем мире, где часто хочется взять на себя роль судьи. Мой бывший ужасно со мной поступил, а на работе еще хуже, а в церкви так вообще. Этот человек называет себя христианином? С ума сойти! Придется говорить о нем плохо направо и налево. Никому не воздавайте злом за зло, но пеките со добрым перед всеми человеками. Не мстите за себя возле уборки. Но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Это образ покаяния из культуры Ближнего Востока. Кающийся человек клал в миску уголья, покрывал голову полотенцем, ставил сверху миску и шел по деревне со словами «Мои прежние мысли выжжены из моего разума». Я заблуждался в том, как я жил. Посмотрите, я изменился. Что ведет людей к покаянию? Благость Божия. А как Бог проявляет благость сегодня? Через своих детей, которые относятся к злым людям не так, как те заслуживают. Не мстите за себя, возлюбленные, но и дайте место гневу Божию. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это послание к римлянам 12.21. Не мстите за себя. Третье. Когда встречаетесь с несправедливостью, утешайтесь тем, что Бог уравновесит чаши весов, будь то в этой жизни или в следующей. 72-й псалом как раз для тех, кто столкнулся с несправедливостью, кто говорит, «Эх, меня так обманули, надули, обвели вокруг пальца». Прочтите 72-й псалом. Ассав был готов на все махнуть рукой. Он говорит, «Я старался ходить с Тобой, Боже, сохранять чистоту, а в итоге одни разочарования. Зато рядом полно гордых, высокомерных людей, у которых все прекрасно. Но дальше я пошел в Храм Божий и понял, что к чему. Сейчас их жизнь выглядит прекрасно, но в любой момент земля может уйти у них из-под ног». 26-й стих. «Изнемогает плоть мое и сердце мое. Бог твердыня сердца моего и часть мое вовек». В падшем мире, где существует несправедливость, это неизбежно. С вами будут обходиться нечестно. Бегите к Иисусу. Просто приходите к Нему и говорите, «Я буду доверять Тебе. Все эти планы миссии, желание отплатить людям той же монетой». Все это накопилось у меня в сердце и очень болит. Я не сплю по ночам, у меня урчит в желудке. Я постоянно репетирую про себя. Что я скажу этим людям, чтобы они поняли, как жестоко меня обидели? Остановитесь, простите их. Слово «простить» буквально означает «ослабить, развязать». Развяжите привязь, на которой держите их. Скажите, «Боже, я веду себя как судья. Я стараюсь осуществить свои планы и интриги, чтобы мне стало легче». Но похоже, что у них все в порядке, зато я не сплю ночами от мысли о месте. Я принимаю корвалолы, кучу таблеток, но ничто не помогает. Поэтому вот что я сделаю. Я прощу их и развяжу привязь, как ты простил меня, и уйду с дороги. Ты судья, так что суди их сам. Хочешь в этой жизни, хочешь в вечности, я верю, что ты справедливый судья и сделаешь все как надо. Я больше не стану требовать внутри себя, чтобы они получили по заслугам. И знаете, кого это освободит? Вас. Ведь это то отношение к справедливости, которое Бог ожидает от нас в этом падшем мире. И, наконец, заключительное слово «ободрение». Размышляйте о последствиях судилища Христова и обещании духовных наград. Подумайте вот о чем. Что, если бы вам нужно было составить свой духовный бюджет, подсчитать прибыли и убытки? Просто мысленно пройдитесь по своим активам и прикиньте мое посвящение, мои деньги, как я их трачу, а время, как я использую свои духовные дары для служения. Просто оцените все это и подумайте. Если бы сегодня я должен был получить от Бога награду или понести урон, что бы меня ожидало? А затем в дневнике или на листе бумаги ответьте на такой вопрос. Что мне нужно изменить уже сейчас, пока не поздно, чтобы, когда я встречусь со Христом на судилище, это был очень счастливый день, более счастливый, чем если бы это случилось сегодня. Бог благ, свят и всегда прав. Жизнь не справедлива, но Бог справедлив. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok